Нефтеганский район проводил призванных по частичной мобилизации земляков. Жители поселения муниципалитета отправились в общевойсковые учебные части. В райцентре проводить их собрались родные и друзья, а также представители общественных организаций. Каждый из мобилизованных получил от волонтеров сумку с предметами гигиены, сухпайком и другими вещами, которые могут пригодиться на пути в войсковую часть. Защитникам также передали и письма от школьников с самыми добрыми и искренними пожеланиями, главные из которых поскорее вернутся домой с победой. Победа будет за нами, победим, а вы берегите себя и приказ вам возвратиться всем до единого живым и невредимым. Храню вас все, до стойки. Житель Сургута собирался распространить 37 килограммов наркотиков, но не успел. Его задержали в Курганской области. Внимание на 27-летнего мужчину обратили инспекторы ГИБДД. Ночью он остановился на обочине трассы и подозрительно сидел в автомобиле. При досмотре салона полицейские обнаружили спортивную сумку, в которой лежали 16 пакетов с белым порошком. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик – мифедрон. Силовики выяснили, что сургутянин собирался разложить пакеты по тайникам в ряде областей страны. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит пожизненный тюремный срок. В Сургуте полицейские изъяли контрафактные сигареты на 1 миллион 200 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба окружного ОМВД, 8 тысяч немаркированных пачек правоохранителя обнаружили у 41-летнего местного жителя. Товар злоумышленник хранил в арендованном павильоне и планировал сбывать через киоски и небольшие магазины Сургута. На данный момент все табачные изделия конфискованы. Возбуждено уголовное дело. Дети-сироты Советского района получили ключи от собственных квартир. 12 в городе Советской, еще одну в поселке Таежный. Хозяева уже начали обживаться. В ближайшее время новоселье отметят еще 7 сирот района. Квартиры для них уже купили и готовят к передаче. Останется обеспечить жильем 10 советчан. Конкурс на покупку апартаментов уже объявлен. Таким образом, до конца декабря администрация Советского района планирует полностью закрыть годовую потребность квадратных метров для сирот. Отмечу, жилье покупают не только у застройщиков, но и у местных жителей. Главное, чтобы вторичка отвечала всем требованиям. Должно быть не менее 33 квадратных метров площади. В нем должен быть выполнен качественный косметический ремонт. Оно должно отвечать требованиям санитарным, техническим. Жилое помещение обследуется соответствующей комиссией, для чего делается вывод о целесообразности и соответствии жилья заявленным целям на приобретение. Все очень красивое, светлое, довольно просторное. Я думала, совсем просто будет. Не ожидала, что прям все так красиво будет и то, что даже может какую-то мебель оставят. Скажи, пожалуйста, а у тебя-то уже есть что-то, что мебель какая-то, холодильник, что сюда завозить? Где будешь брать, куда ставить? Да, у меня есть уже стенка, диван, стол на кухню, но холодильник пока еще не купили. Югорский боксер Дмитрий Захаров выступит в составе национальной команды против сборной Кубы. Супер-серия состоится 22 октября в Санкт-Петербурге. В рамках противостояния проведут пять поединков, по правилам профессионального бокса. Вратовчанин Дмитрий Захаров выступит в весовой категории до 71 килограмма. Бронзовому призеру чемпионата страны будет противостоять чемпион Кубы Риньер Сальгада. Отметим, что история противостояния наших и кубинских боксеров насчитывает уже полвека. Все поединки Лиги бокса Супер-серия Россия-Куба покажут на федеральном канале.